друзья всем привет сегодняшнее видео будет посвящено канарейкам желтеньким вот таким чудесным пташкам значит у нас начался август канарейки в активной линьке и хочу вам дать пару советов или даже поделиться своим опытом вот чем я кормлю что я даю возможно кто-то знает об этом растении кто-то не знает кто-то может быть догадывается в общем растение очень полезно как для человека так и для канареек такие вот у меня четыре самочки я готовлю их к разведению сейчас у них линька и обратите внимание линька у всех протекает немножко по-разному потому что все птицы разные и хочу обратить ваше внимание что допустим сейчас очень хорошо видно как птица меняет оперение хвоста то есть старые перья хвоста на новый там вот если присмотреться растут новые тоненькие молоденькие перышки ну вот видите канарейка настолько активны и непоседливые что рассмотреть это очень сложно но факт остается фактом крылья крылья также начинают линять но в основном сейчас очень хорошо виден хвост пошел на замену перо и так по поводу растения которые я хотел вам показать друзья вот так если издалека мы посмотрим общим планом в общем речь пойдет о подорожнике это то растение которое в детстве спасала сбитые колени многих многих ребятишек которые падали там с велосипеда гоняя мяч футбол в общем подорожник по крайней мере мои ровесники и как бы вот все знают с детства то есть мы лечили им колени и реально помогала кровь останавливалась и колени заживали буквально на второй день так вот я хочу посоветовать вам давать птицам подорожник но тут есть некоторые особенности тут есть два варианта сейчас поподробнее друзья если разбирать по порядку эту культуру то смотрите вот видите есть молодые листья или как ну да молодые листья вот эти листья в данный момент канарейки вернее в данный период времени года то есть ранее весной эти листики тоже были нежные канарейка хорошо их кушала но сейчас если вы хотите давать листики но это тоже нужно давать вы срываете сердцевинки вот эти вот нежные мягкие листики очень полезны для пищеварения птиц листья так это отдельная тема то есть отдельное блюдо еще есть блюдо под названием семена молочно-восковой спелости вот 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 здесь допустим видите вот если присмотреться то эта стрелка она как бы какая-то лохматенькая или кучерявенькая это она стадии цветения а вот здесь уже стадия цветения закончилась и семена набирают свою как молочно-восковую зрелость в общем наливаются семена вот видите здесь еще толще в общем чем толще тем будут больше семян тем как бы он будет питательный сейчас я вам покажу разницу друзья обратите внимание вот так же видите он немножко как кучерявый или как правильно сказать это он еще цветет стрелка цветет подорожник цветет а вот здесь вот если на фоне руки смотреть здесь уже отцвели и они такие надуты и надуты эти бочоночки а вот вот впереди нас на экране этот уже имеет коричневый цвет то есть если его размять то там в бочоночках будут вот такие вот очень мелкие мельче маковки семена подорожника то есть такие будет сложновато а вот эти вот эти получается недозрелые недозрелые самые то что нужно предлагать канарейкам ну хотя бы по сезону я уж не говорю если уж если кто-то запасется такими такими стрелками то это будет лучше тоже хорошая подкормка осенью зимой весной там как с насколько ваших стрелок хватит но имейте ввиду что вот такие вот сухие стрелки они могут осыпаться а вот слегка чуть не доспелый срывайте если есть возможность сохранить и попозже дать канарейкам то можно и так делать но при этом вы и сейчас должны кормить вот так же обратите старые листья видите гусеница наверное ли улитка поела здесь вот тлю воробьи эти муравьи выращивают а вот также в средине есть нежные очень мягкие даже на ощупь листья подорожника которые канарейки будут с удовольствием съедать так еще дам небольшой совет если у вас уже там давно не было дождей ваших местностей и подорожник высох ну по крайней мере найдете если хотя бы один маленький кустик хотя бы один маленький кустик и возьмите такую стрелку домой просто притащите насыпьте в любую плошку земли и посыпьте на эту землю семена подорожника и у вас взойдут ну через некоторое время в комнате там на подоконнике можно выращивать зайдут взойдет свой подорожник он у вас вырастет сантиметров 5-7 вот молодые листики и будете давать канарейка молодые листики ну и вот друзья на моем канале еще видео о подорожнике не было а растения на мой взгляд очень полезно для канарейчик и тем более можно запастись вот этих стрелок ранней весной я заготавливал листья подорожника насушил то есть также буду присыпать ту же морковку в осенне весенний период ну или зиму зим зимний период будем присыпать морковку и вот такие вот стрелки тоже запасусь но посмотрю может быть у меня не получится запастись потому что канарейку меня уже учитывая те что думаем повылуплялись повыводились птенцы и канарейка стало больше возможно они эти все стрелки съедят может быть за месяц но за полтора месяца точно съедят ну естественно не каждый день давать эти стрелки а может быть там раз в неделю стрелки подорожника там на другой раз в неделю листья под этого одуванчика на третий раз в неделю птичий горец затем вот и лебеда скоро друзья будет стрелку делать семена очень канарейки любят но пока семян лебеды нет можно также предлагать канарейкам раз в неделю лебеду ну то есть чередовать травку потому что сейчас уже не такой большой не такой большой изобилия травы как было весной у меня здесь я мог каждый день каждый день давать одуванчики и и этот самый и подорожники были каждый день и крапива была каждый день сейчас лист грубеет ну вот лебеда кстати тоже сейчас такая она нежная приятно но скоро начнутся семена у нее канарейки тоже очень любят ребятки а вот за эту траву можно в принципе снять отдельное видео и рассказать они и они о ее пользе это щерица это ближайший родственник амаранта даже я бы сказал это дикий дикий или природный родственник амаранта то есть трава очень полезная содержит в себе много разных аминокислот также содержит в себе белок там в общем полезная тоже травка для канарейки если кому-то именно интересно химический состав можете открыть энциклопедию прочитать ну вот у меня как я так вас просвещаю что можно что полезно и что нужно но сегодня вот в основном подорожник сейчас также мне попал на мой под руку попалась лебеда и щерица вот такие три травы на вот это вот все можно давать по сезону а подорожника стрелочки подорожника стрелочки вот друзья прямо так отрываете можете ножницами потому что видите может с корнем вырваться как там куст держится вот кстати у меня сейчас одуванчик видите да вот новый лист пошел одуванчика вот этот одуванчик что в других местах там есть это будет примерно до октября до октября будет идти у меня одуванчик подорожник лебеда то есть тут семена сыпется и новые листья вырастают то есть а потом я начну могу допустим или выкопать здесь ну или в другом месте и пару кустов выкопаю посажу в горшок и будет у меня уже зимой зимой на подоконнике расти как подорожник листья буду выращивать там до сантиметров 15 ну чтобы можно было скармливать так и одуванчик буду выращивать с вами буду делиться своим опытом будем наблюдать как все это будет прорастать как канарейка будет все это кушать ну и можно еще засадить также в горшочки семена рапса канареечное семя просто в общем ту смесь которую ваши канарейки кушают вы можете засадить в небольшие лоточки на подоконнике посадить поливать водичкой и будет своя зелень там не обязательно растить клумбы какие-то вырастет 15-10 сантиметров срезайте предлагайте канарейкам если мало зелени ну делайте хотя бы через три дня а так можно там морковка пойдет яблоки пойдут вот я сорвал несколько стрелок и немножко лист листвы подорожника сейчас приколем посмотрим как канарейки будут кушать друзья перед тем как дать любую зелень любую зелень канарейкам обязательно мойте и вот канарейки дружно налетели на предложенную зелень ну конечно же первым делом они клюют молодые листья подорожника смотрите как они им нравятся сейчас клюют листья и будут клевать вот эти вот коробочки подорожника друзья также еще хочу вам дать совет если у вас канарейк в одной клетке там может быть 7 может быть 8 то делите пучочки на 2 на 2 части одну часть вешайте в одной стороне клетки другую часть в другой стороне клетки то есть чтобы ваши ваша стайка чтоб не всей толпой толкалась и дралась около одного пучка а вот допустим разделили на две части там немножко там немножко все тихо мирно употребляют зелень потому что бывает они очень хороший аппетит у них если в одном месте повесить а там висит штук ну голов 10-15 все накинутся начнут драться а драки это нежелательно потому что раз перо выдернет попробует вкус крови потом может будет часто рвать перья это такой небольшой совет вот видите этих канарейки я купил два месяца назад на выставке в кропотки не на ярмарке в кропотки не можете кому интересно там посмотреть ярмарка кропотки не посмотрите там ассортимент очень большой хороший всегда разные птицы карма там есть ну и вот теперь жду когда канарейки перелиняют затем дам им два месяца полетать побегать и буду их ну вот за эти два месяца два месяца после линьки буду в это в этот промежуток времени буду готовить их к паровке и попробую паровать это получится наверное уже будет середина осени может быть начало осени в общем там по ходу разберемся по состоянию время буду смотреть как перелиняют и чтобы хотя бы полтора но лучше два месяца после линьки и можно будет канареек в паровку пускать то есть этих я канареек до весны держать не буду потому что они осенние как сказал хозяин то есть осенью им будет год вот попробую попробую кормить то есть попробую разводить осенью но для тех кто хочет разводить осенью надо учитывать что зелени нет поэтому надо вот семена собирать и на подоконнике тренироваться зелень выращивать и также еще хочу заметить что осенью солнца мало куры несут яйца менее такие вкусные травы будет мало яйца будут менее витаминные ну посмотрим что из этого получится потому что есть много людей которые за осенние разведения есть многие за зимние ну а по законам жанра как я знаю может я ошибаюсь но я предполагаю что канарейку надо у них уán заработков будете хорошо перемещать для важных эллиной александрю漫ата мне это также прошла деньги Vaccа то есть же claim с béтом но как движение вот ну и все курс Pisрotyцу и проект оюг quê в в uploading Priк c startup то есть из baseline вариантов пограда надо cricket не прийти к この январян Step uso очень быстро просу населện ohne упстановку по пытке предук destruction в жизни и зарпасательное chalkи трениров devices сначала Deutschen計 cielки periodically Продолжение следует...